Субъект-объектные отношения Релатилизм не исчерпывается фразой «все философские суждения относительные». Главный тезис релатилизма заключается в том, что все суждения возможны только лишь относительно фиксированного начала. То есть прежде всего мы говорим о фиксированном начале. И аналогично в антологии все суждения и вообще все элементы, которые мы выделяем в антологии, имеют смысл только относительно некоторого начала. И естественно этим началом, ну может для кого-то не естественно, но скорее всего естественно, является субъект. То, с чего начинается любая философия, начинается с субъекта. В данном случае я хочу сказать, что речь идет не о начале философии как антологии, как историческом начале. То есть не то, что субъект был в начале, а субъект как начало любого рассуждения. Не вводя субъект, мы вообще ничего не можем сказать. И естественно, сразу как у нас появляется слово субъект, так сразу у нас появляется слово объект. В данном случае определять субъект вне объекта и объект вне субъекта не имеет смысла. Точно так же, как скажем, заряд определить без поля и поле без заряда. Заряд это то, что продуцирует поле, а поле это то, что продуцируется зарядом. Также и субъект. То есть мы определяем субъект как то, чему даны объекты, а объект это то, что дану субъекту развлечения. В данном случае объектами для субъекта является все, что он может различить. Ну, если мы берем субъекта человека, то есть это столы, идеи, качество столов, все, что может быть различено, является объектом. Ну и аналогично, если мы задаем некое множество объектов, различенных субъект, и они определяют этот субъект. И основная проблема, которую я сегодня хотел затронуть, скажем, субъект, объект, это поговорить о некой терминологии, о некоторой логике, которая позволяет рассуждать в некотором языке, которая позволяет рассуждать о субъектно-объектных отношениях на всех уровнях антологических и во всех антологических регионах. То есть мы понимаем, что мы можем сказать, есть субъект С, есть субъект С-1, есть субъект С-2, некоторые отличные. И мы должны выяснить, где же те границы, о которых мы не имеем права заходить при обсуждении субъекта. Аналогично, есть объект, как бы абстрактный объект, в качестве объектов могут выступать феномены пространственно-данные объекты, или ноумены, объекты нам не данные пространственно. И опять же, в каком языке, в какой терминологии можем говорить, переходя от номина к феноменам, не меняя терминологию и не меняя логику. То есть, по сути, мы ставим такую задачу, что все суждения релятивистской антологии должны быть истинными для субъектов и объектов любых уровней. Любых уровней. То есть, это вот основная задача, которая была поставлена при конструировании релятивистской антологии, чтобы при смещении уровня субъекта и при смещении уровней объектов у нас не менялась терминология и логика рассуждения. Чтобы не было деления мира на какие-то регионы, которые существуют при, скажем, нынешнем положении тела, когда мы субъектами называем вот некоторое количество объектов только в нашем мире, а дальше в них это не субъекты. И когда объектами мы называем, скажем, вот феномен называем объектами, а когда говорим уже о номинах, мы не всегда говорим об объектах и не всегда можем, то есть, вводим некое понятие, скажем, там, субъективной реальностью и объективной реальностью. Что это такое? Как между ним переход? То есть, эта терминология ям не подразумевает гладкого перехода. Так, это вот вводная часть, а теперь начнем препарировать субъект и объект. Итак, у нас есть субъект. Даны ему в развлечении объекты. Один, второй, третий. Все, множество. Все множество объектов, я буду называть действительностью субъекта. То есть, данный субъект, множество объектов, все, что он только может различить. То есть, в данном случае, для каждого из нас, это все, что мы видим, все, что мы думаем, все, что есть. Вот для нас то, что мы называем словом мир, мир, в данном случае, для конкретного субъекта, это называть его действительность, множество объектов. И есть субъект. Затем все вопросы, является субъект объектом этой действительности? Ну, чисто логически нет. Как только мы что-то в субъекте выделяем, фиксируем внимание на что-то в субъекте, что-то различаем, это автоматически становится объектом его действительности. То есть, как только мы что-то пытаемся различить в субъекте, мы сразу сталкиваемся с объектом. И в конечном итоге у нас субъект всегда нулевой. Субъект это понимается как точка отсчета, начала системы. То есть, объект никогда не может быть объектом? Субъект никогда не может быть объектом по определению, потому что объект то, что развлечено в действительности субъектом. Если он что-то развлечил, не развлечил себя, но это уже не он, это объект какой-то. То есть, допустим, человек отличает свое тело от себя, значит, просто тело — это объект. Да, это объект. Вы đã понимаете? Да. Нормальный фигурм, нормальный отговор. Субъект не скатывает субъективно. Значит, есть некая система координат, которую мы можем представить в качестве субъекта или точку отсчета. И все множество объектов ему данных дано в этой системе координат. А субъект является центром, точкой отсчета, началом координат, который является нулевой сложности, скорее всего, можно сказать так. И вообще не различим, он вообще не дан никак в действительности. Но с другой стороны... А можно о нем говорить, я тоже точно не говорю, о чистой форме? Нет, даже формы у него нет. Как только мы различим форму... А если он говорит о форме, значит... Форме чего-то, сразу. Как только мы говорим что-то, это уже... Различить, это определить, значит, это различить. Поэтому как бы субъект, когда он различает весь мир, он является формой определенности нега. Сейчас я подойду к этому вопросу, только в другой технологии. Форма здесь... Нет, понятно, что форма, чистая форма как таковая, она как бы новой по сторонам. В данном случае, вот к чему я сейчас поговорю вам, что если мы различаем субъект, все-таки хотим его различить как сложный, как отличить от других субъектов. То есть если это нулевой субъект... Да. Нулевой субъект. Значит, все субъекты не отличаются друг от друга. Значит, они чем-то отличаются. Они отличаются своими действительностями. Нет, ну казалось бы, субъект всегда один, потому что субъект, он всегда мой субъект. Нет. А, нет, давайте покрашу, немножко перескочили. Просто, другое дело, что я другой субъект, и никогда не может быть данным мне восприятия и объективно. То есть он всегда... Нет, 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 некорректно. Александр Базаченко, для меня просто сложно устроенная вещь, а субъект всегда я один. В действительности, в своей действительности, субъект всегда один. И наоборот, да. И наоборот. В своей действительности субъект всегда один, и вообще никак не данный. Но здесь у нас возникает... Вот я ввел систему координат, возникает следующая ассоциация. Если мы, скажем... Вот я трехмерную систему координат нарисовал, а если мы нарисуем одномерную систему координат, да? То у нас эти объекты будут, значит, представлены так, так и так. То есть некими точками на... Если мы даваем следующую координату, то они будут представлены уже двухмерно. То есть, в зависимости от того, какую систему координат задает... Ну, это метафора, конечно, да? Какую систему координат задает субъект, настолько сложна будет его действительность. А вообще, говоря, нормальным такого, субъекта, количество таких измерений, как бы, по всей видимости, большое. Нет, в данном случае это... Ну, абстрактно. Абстрактно. Совершенно, да? Здесь я просто хотел показать, что у нас могут быть ситуации, когда количество объектов и их насыщенность совершенно разное. То есть у нас субъект все-таки, субъект как задающий свою действительность, им обладает, ну, как бы, ненулевой сложностью. И если мы спросим, а какова эта сложность, то мы должны сказать только один ответ, дать вот такой нормальный ответ, что это сложность равносложности его действительности. То есть субъект настолько сложен, насколько он различает в своей действительности объекта. То есть действительность, действительность дождественна объекту. Но при этом, как бы, мы различаем, что объект дан как тотальность некая, как некое единство, а действительность дана как множество объектов. То есть они просто... Это по своей сложности, по насыщенности два одинаковых понятия. Действительность и субъект. Иначе говоря, субъект выражается через сложность, которую он может различить. То есть субъекты мы можем взойти только через объекты, через исследование того, на каком уровне сложности они присутствуют. Если ты выделяешь некое множество объектов, вот это множество объектов абсолютно характеризует этот субъект. В субъекте нет ничего, кроме того, что он может различить. То есть в действительности это зеркало субъекта? Тут зеркало очень плохо, потому что он внею. А это он и есть сам. По сути, это он и есть сам, но просто взятый с разных сторон. Рекрекрессированный в обне. Да, то есть с одной стороны действительно... Спроектированный лучше говорить. Не рекректированный, а спроектированный. Субъект здесь сам не является объектом, поэтому он не присутствует в поле объектов. Это поле объектов. В них не может присутствовать субъект. В них может только присутствовать нечто спроектированное из субъекта. А что спроектировано? Различие. Вот. И теперь мы переходим к следующему вопросу, который по поводу один или не один. То есть поскольку мы здесь обсуждаем что-то, да, я могу предположить, что все-таки субъектная действительность, субъектная действительность, множество объектов, да, но не только мне, но и окружающим. Окружающим, да, то есть что субъект не один. То есть мы должны рассуждать о том, что нечто, есть еще какие-то субъекты со своей действительностью. Это недоказуемое утверждение. Оно недоказуемое, скажем, как селепсист может сказать, что только моя действительность есть, она тоже действует на миру, и нет никаких других субъектов. Недоказуемое, да? Также недоказуем и материализм, который утверждает, что есть только одна действительность на всех, что все объекты даны реально, в некой реальности, а субъекты только, то есть они не формируют ничего, а просто каждый отражает. Это тоже недоказуемо. И точно так же недоказуемо утверждение, что субъектов много, и у каждого из них своя есть действительность. Но это постулируется. То есть сейчас мы постулируем из всех рассуждений, которые мы выяснили, что есть субъект, разные сложности. А если они есть в разной сложности, то даже, скажем, я, изменяя свою сложность, когда я что-то познаю, моя действительность расширяется, значит, я уже не дождислен на себе, значит, я могу предположить, что также не дождислены мне есть другие субъекты. То есть есть, скажем, субъект профессор со своей сложностью, и есть субъект дикарь со своей сложностью. И ясно, понятно, что они различают разную действительность. То есть у них разный объем объектного наполнения их действительности. А теперь забудем слова, скажем, «профессор», «дикай», а поговорим только на уровне букв, в которых мы «с», «о», «д», то есть то, что мы характеризовали. Субъект – это то, чему даны объекты, это то, что различает объекты, а объекты – то, что различает субъект. И спрашивается, тот вопрос, который я задавал, переходя от профессора к дикарю, мы сохраняем эту схему? Абсолютно, да? То есть его другая лица. А переходя от дикаря к обезьяне, мы сохраняем эту схему? Да, обезьяна, она является центром своей действительности, она различает некие объекты. Переходя от обезьяны к микробу. Мы сохраняем эту? Да, оказалось. Да, да. То есть есть микроб, которому дана в развлечении некоторая действительность. Да, понятно. А еще такая вопрос, а переходя к нашему любимому утюгу? А переходя к утюгу, то есть скажем так, у него в действительности есть 220, есть гладильная доска, есть рука, которая, и есть пар, то есть есть некий… У него есть тоже свой мир, есть своя действительность, те объекты, которые даны ему в развлечении. То есть скажем, если ты посклютишь не на 220, а на 380, то он сгорит. Значит, вот эта данность, которая у него питания, это его объект, который он различает. Он различает 380 от 220? Различает. То есть субъект определяется через контекст, который он существует? Да. А вы так говорите? То есть в данном случае мы добиваемся единственности терминологии. Субъект – это, по сути, любое некое выделение в мире. То есть то, что, скажем, мы… Я, значит, предполагаю, что если я что-то выделяю в своей действительности, некое замкнутое, то это само по себе может быть субъектом. То есть, скажем, вот он различает мегафон от Теледва и от Билайн, да? Это его объекты. Он различает, как бы, нажать на кнопки. У него своя мобильная действительность. Если мы возьмем, скажем, молекулу какую-то, да, она с кем-то вступает в реакцию, с кем-то не вступает в реакцию. То есть то, что для нее безразлично, не существует ее действительность. А тот набор объектов, которые она различает, вступает… В данном случае мы, замечательно, ни слова не сказали про сознание и про разум. То есть субъект и объект одновременно являются и теми другими? Любови. Одновременно, здесь вот некорректно, здесь очень плох язык. Наш язык не позволяет… Но они не во времени одновременно? Нет, они во времени одновременно являются, да. Но в данном случае мы не можем… То есть это разуме… Нет объекта без объекта и нет объекта без субъекта. Также, скажем, у гравитационной частицы своя гравитационная действительность, свой набор объектов, которые она различает, у электрона посложнее действительность, он различает еще заряды, да. И поэтому, единственное, что в терминологии мы должны ввести для того, чтобы вернуться к старой, прежней терминологии, понимая под субъектом, именно разумный или сознательный субъект, можем говорить о субъектах разной уровни – о химическом субъекте, о биологическом субъекте, о сознательном субъекте, о разумном субъекте. И вот их классификация зависит от того, какие, какого типа объект этот субъект различает. Если я различаю разумные объекты, то есть если я различу одну формулу от другой формулы, если я различу философию одного философа от другого, Значит, я являюсь разумным субъектом. Если я это не различаю, значит, неразумный субъект, субъект ниже уровня. То есть, вот эта вот терминология, то есть, то, когда мы начинали говорить, что где тот верхний предел субъекта, нижний предел. То есть, что бы мы ни взяли, что бы мы ни выделили, мы можем рассматривать как субъект со своей объектной действительностью. Следующий момент. Есть ли что-нибудь за этим объектом? То есть, как обычно спрашивают, есть, значит, у нас вот объект, да, а вот есть якобы некий реальный объект, и мы его отражаем. Стандартная схема корреспондентской теории истинности и материализма, и многих других философий. Имеем ли мы право говорить, что что-то есть за объектом, который мы воспринимаем? То есть, мы воспринимаем объект как множество неких качеств. И понятно, что это множество качеств зависит от того, какой уровень субъекта. То есть, если я различаю книгу как просто кусок материала, как кирпич, это один объект. Если я философский субъект, я могу различить... А, если я просто мальчика обученный читать, я различу буквы, а если я философский субъект, я различу там еще и философскую концепцию. То есть, каждый объект определяется именно уровнем субъекта. И если понижать уровень субъекта ниже-ниже, то количество качеств, выделяемых из некого объекта, которому мы стали смотреть, уменьшается... Извините, можно? Да. Допустим, что можно под субъектом, в принципе, да, не обязательно это душевленный предмет, не обязательно разумный, то есть любой фактически, да. Но, скажем, если я, допустим, субъект, да, у меня в данный момент какая-то определенная, скажем, сумма знаний об окружающей мире. Так, своя объектная действительность. Да, да. Ну, хорошо. Если, допустим, мы берем тот же самый электрон, условно говоря, один человек знает о своем... А при чем, если человек? Нет, ну, в том смысле, вы говорите, что электрон там что-то различает, да? Да. Ну, опять-таки, что он различает, да, допустим, там, 50 лет назад знали, что электрон различает вот этот, сейчас мы знаем, что он, допустим, различает там что-то больше, там, 100 лет назад еще меньше знали. Об этом мы знали, а не электрон. А, электрон. А, электрон. Вы хотите сказать, что, скажи, до того, как треоэлектричество не было положительных электронов без электрона? Конечно, будет. Вот, об этом речь. Ну, то есть, я... Это же самое про книгу. То есть, книга это либо кусок, там, бумаги, или это с буковками? Нет. А сама по себе книга-то от того, какого субъект ее воспринимает, она меняет или не меняет? Проблема со средствами в том, что, как раз Александр говорил, что ты сам не можешь стать никогда на позицию электронов. На позицию электронов мы не можем стать. Точно так же, я не могу встать на вашу позицию и сказать, какова ваша действительность. То есть, я не могу стать на позицию электронов. То есть, именно, просто четкая терминология, которая одинаково говорит о людях и электронах. То есть, это как бы ситуация гипотетическая? Нет, она, ну, естественно, философско-терминологическая, то есть, но основная задача единственного языка и единственного логики. Я не знаю, какой мир электронов, я только предполагаю. Да, это такая гипотетическая, то есть... То есть, даже я не знаю, какой мир, действительность человека... Понятие модности, оно здесь как бы так сокрыто. Нет, я просто хочу, как бы, немножечко, так сказать, заострить внимание на этом различие. То есть, условно говоря, я, допустим, если я субъект, да, себя рассматриваю как субъектом, я-то знаю, какой мир для меня, а тут... Нет, я электрон точно так же знаю, какой мир для него. Опять-таки, электрон не может знать. Почему? В чем значит ваше знание? Это в том, что вы что-то различаете. Различаете. То есть, здесь не говорится о рефлексии, то есть, вы это различаете, подумали об этом. Вы что-то различаете, и согласно тому, как вы различаете, действуете в этой действительности. То есть, вы что-то различили стол, вы ему пошли. Если вы не заметили, не различили стол, вы могли бы врезаться в него, да. Так вот, электрон различает другой электрон. И в зависимости от того, как он его различил, он изменяет свою траекторию. Это понятно. Он же... Я не говорю, что он подумал до этого. То есть, он живет в своей действительности и действует согласно тому, как он различил что-то в своей действительности. Аналоги абсолютно. Вот как вы... Ваша сложность есть. Вы способны различить то-то, то-то, то-то некое неконечное множество объектов. Электрон может различить то-то, тоже неконечное множество объектов. Вы ориентируетесь в этих объектах, он ориентируется в этих объектах. Абсолютно симметричная ситуация. Ну, кстати, тут... Вы не знаете, что он... Это, кстати, перенос, аналогичный перенос. Ты можешь думать только как ты, и ты берешься, когда все остальные объекты то же самое. Правильно. Ну, кстати, получается, что, допустим, в отношениях между объектами нет, получается, релятивизма. То есть, электрон, как бы, электрон относится со своими объектами не так, как, допустим, о нем, об этом имею представление я, там, об этом я, а как он... Ну, конечно. Вы относитесь к своей действительности так, не как я имею представление о вас. Я перевожу точно, что вы сказали про электрон, я могу вас вообще не знать или недостаточно знать. Но вы все равно обладаете своей действительностью и живете в ней, и реагируете согласно своей сложности, своему объектному наполнению своей действительности. Ну, я... А я могу не знать. Ну, хорошо. То есть, абсолютно. То есть, то же самое, как вы спросили, а я не знаю про электрон, я не знаю про вас. Я не могу встать на вашу точку, как вы не можете встать на точку электрона. Здесь вопрос про книгу, конечно, такой. То есть, действительно, можно, скажем так, если она попадает в руки к папуасу, то для него это не книга. Это Отех не книга. То есть, мы всегда, когда говорим, он как-то по-другому, это вообще... Тем более, что не книга Канта для кого-то будет, да, или книга на другом языке. Поэтому мы всегда имеем возможность, имеем право говорить об объектах только в своей субъектной действительности и то, что мы в ней различили. То есть, в данной антологии вообще исключаем возможность говорить о чем-то, о чем-то, вне нашей действительности. У нас нет языка об этом говорить. У нас нет... Мы только говорим о перечислении того, что мы видим и о чем мы говорим. Дальше вопрос такой, сразу же мелкий. А форма объективности от самого объекта отлична? Я вообще словно не произносил этого объективной объективности. Потом, может быть, отдельно затронем. В данном случае... Это вообще очень странно. Я иногда раза три-четыре сталкивался, может, даже чаще, что люди, слыша слово объект, ассоциировать его с объективностью. Я прошелся объяснять, что это только корни одинаковые. Объекты объективности. Форма предметности, хорошо. Форма предметности от самого предмета, которого мы различили, она отличена? Нет. Не было форма предметности. Нет, но вот что-то я различил, то я различил. Более того, что если мы занимаемся познанием, мы познаем объект, то при этом, как ни странно, получается... То есть, если мы в стандартной схеме, познавая объект, мы должны заключить, что есть некое множество качеств этого объекта, и мы их вытягиваем оттуда. В данном случае, когда наши качества за нашей сложностью, то мы не имеем права говорить, что есть некое фиксированное множество. Мы всего лишь меняем этот объект, и при этом он превращается в объект-штрих. То есть, познание — это всегда представление в своей объектной действительности другого объекта. Хорошо, поздно, давайте тогда. Ну, тут еще есть еще один вопрос. Дело в том, что, когда вы вводите разные уровни субъектов и говорите о том, что как они там уже субъекты, не объекты, а субъекты сами по себе существуют, вы тем самым уже ввели многообразие объектов и уровни объектов. И поэтому вот эти объекты внешние — это просто объекты на другом уровне? Нет. Опять же, это то, что мы не можем ни доказать, ни сказать. То есть, вот если мы нарисуем уровни объектов, да, то у них некая своя действительность, у каждого. И мы, и каждый из них ничего других не может сказать. Это предположение. То есть, скажем так, точно так же, как в материализме и реализме предполагается наличие объектов вне субъекта и в действительности, здесь предполагается, что их нет. И что вот что дано каждому, то и дано. И мы только предполагаем, что, ну, если он как-то существует, то, наверное, у него тоже есть что-то. На уровне вот предположения, некой аксиоматики. Я не могу предположить, что есть некий объект. Ну вот давайте, чтобы пояснить вот эту схему, Что же такое все-таки объект? Мне просто показалось, что вот то, что вы раньше говорили о том, что существует объект сам по себе, вся эта проблема теперь переместилась у вас в субъект. Теперь у вас субъект существует сам по себе. Какой-то электрон, который существует сам по себе, и он размещается. То есть вопрос просто сместился. Раньше вопрос был об объекте, который сам по себе, а теперь вопрос просто сместился и стал о субъекте сам по себе. Вся гипотеза просто переместилась. Если мы берем, упомянув все-таки универсум событий, единственную фразу, которая из топоральной концепции, то есть некий универсум мир, который не разделен ни на какие объекты, но вот просто состоит из элементарных событий, то если мы рассекаем это универсум событий в каком-то уровне, просто так, то этим вот рассечением мы сдаем субъект. Субъект это просто вклинивание в универсум событий. То есть где бы мы ни вклинились, это и есть субъект, и весь универсум событий относительно него выстраивается в виде набора объектов в зависимости от того, где мы провели этот срез. То есть у вас Вселенная это некий либо хаос, либо не расчлененное такое, сама по себе? Нет, мы не имеем права говорить об объектах вне указания расчленения универсума. То есть сначала есть хаос? Нет, это не хаос. Там сложнее. Мы сейчас к этому придем. Это не хаос. А потом субъект вносит порядок, знаете, вот так. А субъект вносит порядок. Вот для пояснения этого, то есть он не, скажем так, он не вносит порядок, он ничего не меняет. А он выхватывает порядок. А он выхватывает. Для этого существует, я придумал такую легорию, стена. Допустим, вот у нас стена. В детстве я очень любил этим заниматься, сидя в туалете, рассматривать стену, и там всякие трещинки. И вот профиль женщины, там собака в трещинках. И вот есть у нас стена вся испещленная трещинками. И если я посмотрю на эту стену, да, то я замечу, скажем, вот тут вот профиль какой-то, да, и назову это объектом для себя. То есть я увидел другой человек, ну, вернемся к субъектам человеческого уровня, да, субъект, тоже посмотрел, да, 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 вот профиль, нос, глаз. То есть мы пришли к соглашению, что мы увидели один и тот же объект. Спрашивается, есть ли на этой стене этот объект? Наверное, нет. То есть то, что каждый сможет разглядеть на этой стене, зависит от уровня того, кто смотрит, от знания. А теперь другой вопрос. А если собака бежит, да, один как бы видит собаку, она и убегает, а другой, да, не вижу никакой собаку. Она подбегает и начинает его кусать. Как тогда быть? Если вот этот объект, он агрессивный. У вас просто объект, он выключен. Ну, это я попозже отвечу на. Это вопрос правильный и хороший. Но ты его косородь наказал. Ну, нет, ну, в данном случае... Он говорит, я его не вижу. Нет, дело, дело, как что. Ясно, парк, как... Очень известные случаи, когда... Ну, в принципе, даже далеко ходить не нужно, ну, в средние века, да. И то, что мы сейчас принимаем за объекты природы, которые реально у нас действуют. Например, это та же волня, да, и мы различаем, да. То тогда это было... Произвол некой воли, да. Да. Поэтому, если ты действительно можешь не различить собаку, то ты посчитаешь, что это магия какая-то. Вполне возможный вариант. Если ты... Кто-то тебе говорит, вот смотри, вот собака. Вот собака здесь, да. А другой человек никогда не видел собаку. Ну, скажем, приехал откуда-то. Какое-то животное, которое он никогда не увидит. Вот в этом пересечении трещинок не увидит это животное, которое он никогда не видел. То есть нужно себе представить, что есть мир, который состоит из некий универсум, из неких переплетений, неоднородностей неких, но которую мы не можем назвать объектом. Объектом мы называем только то, что смогли увидеть, то, что смогли выделить. Очень хороший еще пример с океаном Соляриса, да, у Лема. Каждый в океане видел то, что он мог увидеть, то, что он мыслил, и там не было реальных объектов, которые... Там не было плавающего ребенка или еще что-то в океане, что-то. Есть некое сплетение волн, бурнов, и каждый, согласно своему видению, своему уровню, своей сложности, вычленяет из этих бурнов объекты, которые он видит. Ну или в облаках, там, да, лошадка скачет, там еще что-то. Или ему это, что называется, приснилось. В данном случае без разницы. У нас нет никакого критерия. Вот пока мы говорим, пока мы говорим... Пока собака не покусает? ...субъекте своей единственной действительностью. Для меня это глюк, мираж или реально, я не могу это отличить никак. То есть, в любом случае, это вот я вижу, это различаю, и это есть объект моей действительности. Пока на уровне мы еще не затрагиваем из отношений субъектов. Это самое... То есть, если говорить о реализме материализме, то там самый сложный вопрос, а почему все видят по-разному? А в моей трактовке самое сложное, а почему же все-таки видят одинаково? Потому что там, казалось бы, вот тебе весь объект, он есть, уже такой, и если я его вижу, значит, он такой и есть. Если человек говорит, он другой, извините меня, просто плохо со зрением, или он вообще не соображает, но обычно... У кого? У кого? А вот они каждый друг на друга думают. Потому что каждый думает, что он видит реальный объект. В данном случае, в моей концепции, в моей антологии, каждый видит то, что может увидеть. И поэтому бессмысленно спорить. что там реально есть на стене. Ну, и трон-то мы видим все одинаково. А мы вернемся к этому. Мы вернемся. Мы вернемся к этому. Мы еще... То есть, мы еще не... И, значит, заканчивая с этой аллегорией, можно сказать, что разница между, скажем, реализмом и релятивизмом. Реализм утверждает, что на стене висят реальные картины. Картинки. И мы их по мере, кого он с очки, похуже, получше. Там все-таки смотрим одинаково. Реализм утверждает, там нет никаких картинок. Есть неоднородности. Да, есть, куда мы смотрим. То есть, мы не на голой стене, и не у себя в мозгу выдумываем, как в салепсизме, а все-таки во что-то всматриваемся. Но что мы увидим, зависит от нашего уровня. И если два человека видят одно, то делаем заключение, что эти два человека, два субъекта, два субъекта, они одинакового уровня. В данном конкретном случае. В данном конкретном случае, да. Это перевернемся, потому что уровни могут быть определены по-разному, в разных аспектах, но в данном конкретном случае они, скажем, получили одинаковое образование, одинаковое воспитание, и поэтому видели одно и то же. Их учили с детства видеть вот это. И поэтому в частном случае, когда приезжают, скажем, европейцы каким-то папуасом, что-то им показывают, а они это или вообще не видят, или там машину могут за зверя припринять. Потому что они... Это понятно, да? Так. Какие у нас есть главные аргументы у реализма против релятивизма? Ну, прежде всего, скажем, аргумент от ощущений. Что у человека есть глаза, уши. И он что? Если бы так было, то зачем ему глаза, уши? То есть он куда-то смотрит и что-то видит. То есть у нас есть, скажем, действительность, есть субъект, есть объект в действительности, да? И реализм утверждает, что есть некий реальный объект, который как-то воздействует и формирует объект штрих в действительности субъекта. И для этого нужны глаза, уши, чтобы увидеть реальный объект. Но тут мы сталкиваемся в реализме в принципе шестернической проблемой. В реализме у нас присутствует два объекта. Объект штрих, полноценный объект со всеми его качествами, тот, который дан субъекту в развлечение, то, что он развлечит. И некий объект реальный, который неизвестно какой. И если у нас, скажем, субъект смещает свой уровень, скажем, занимается познанием, у нас существует еще объект штрих, там еще два штриха, три штриха, и все они соответствуют в случае тогда с электронным, да? А вот, кстати, можно еще вопрос попозже? Нет, 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 давайте я вот это закончу, потому что не нужно на просто слово прерывать. И как с электронным, да? То есть сначала он не знал, потом узнал, потом еще узнал, то есть у него множество, меняются эти объекты. Так что же вот это такое за объект, когда-то там существует? То есть вообще, более того, что, значит, мы утверждаем, что объект этот реальный, якобы существующий, он не тождествен этому объекту. И более того, более того, что мы вообще искать никак не можем. У нас нет никаких средств для сравнения. То есть утверждение, что нам дано, мы смотрим на какой-то объект реальный, вне нашей действительности, непроверяемо, и не выдерживают вообще никакой критики. То есть в вашей концепции вот этот реальный объект, он как бы вообще не существует? Вообще не существует. Его вообще не существует. Смотрите, вот пример такой, скажем. Давайте, может быть, потому что, может быть, прямо сейчас это я отвечу. То есть будем на каких-то этапах это делать, а не прерывать. И, возвращаясь опять же к универсу событий, то корректнее было бы сказать, что вот на данном случае, на входе в действительность мы имеем не некий объект, а поток событий какой-то. То есть некий поток чего-то, да, что мы конфигурируем. Вот этот поток не является этим реальным объектом. И для этого нам нужны глаза. То есть то, что мы реагируем в универсуме своими чувствами, это на поток событий, которые сами по себе не являются объектами. То есть мы реагируем на эту стену. Мы знаем, что мы смотрим либо на эту часть стены, либо на эту часть стены, на эти трещинки, или на эти трещинки. То есть наши органы чувств позволяют ориентироваться как-то в созданном нами же пространстве, в созданном нами пространстве, и утверждать, что этот объект, что-то там есть, мы не имеем права, может быть, да, да, на что-то доходит, некий поток событий доходит, и мы его конфигурируем. Кстати, еще более явно показывает парадокс от ощущений. Это обращение к новыминам. Допустим, у нас вот есть новымин. Неправильно, мы нарисуем здесь новымин. Новымин у нас, в нашей действительности. Мы что-то мыслим, некую идею, что-то непространственно неявленное. Что нам должен говорить реализм? Реализм нам должен говорить два варианта у него. Либо существует нечто вне субъектной действительности, и есть орган, скажем, наш мозг, который, так же как глаза, чувствует этот новымин. Либо второй вариант, что никакого новмина и нет, а это всего лишь что-то у нас. То есть эти два варианта очень странно переплетаются в реализме, в терминологии там субъективная реальность. То есть если утверждать, что ничего нет вне, то это значит утверждать, что нет вообще никаких субъектив, ну, ничего данного вне субъекта, как новымином. То есть нет там любви, нету добра, понятия экономики каких-то, да, то есть они существуют, вот мы их различаем, да. Вот, с другой стороны, если они есть, тогда у реализма задает вопрос, а где они есть? Вот где они, как? То есть если я еще, когда я говорю о реальном феномене, как я, вот, феноменарь, да, я представляю, что там есть пространство вне моей действительности, то есть я где-то в пространстве, а где новымин существует. И поэтому вот переход от новымином к феноменам, вот на уровне ощущений и чувств, то есть очень, как бы, странный. То есть мы ощущаем, нам даны феномены через зрение, тактильные ощущения, запах, и слух. А как новымины даны? Они должны тоже нам как-то... У нас после, что, такое... Но новымины даны, как отношения. Отношения же не существуют тоже. Мы же их не видим. Мы только мы. Нет, ну, отношения... Вот мы видим отношения. Каким образом? Глаза не учтута? Нет, мы видим отношения вот между людьми. Вот есть, например... А где-то внутри себя что? Новымины в нас либо вне нас? Ну, в смысле новымины как бы в самих вещах расположены, да? Нет, 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 нет. Как смыслы? Как см들? Напоминаю, слово «ноумен» я использую все-таки в греческом, в платоновском смысле, как в идеях, а не в кантовском, как «вещь в себе». Нет, я понимаю, если в «ноумен» играется идея, то идея у Платона расположена на вещах, а в идеях есть отпечаток. Нет, наоборот, это вещь, есть отпечаток идеи у Платона. Реальная идея, в данном случае у нас... Что нам мешает понять, что существует мир идей, который мы воспринимаем одними из чувств, которые называем мозгом или разумом? Можем, можем. Тогда мы должны признать, что у нас есть отдельный мир феноменов и отдельный мир идей. И как их соотнести тогда? Почему отдельно? А отдельно, а как они? А что нас заставит разделить этот мир? Что-то там один мир, а тут другой мир. Мы не можем разделить. Нет, если это один мир, значит одно пространство, и те, и другие расположены в пространстве. Но мы точно, реализм утверждает, что вещи, феномены расположены в пространстве, а «ноумен» не расположены в пространстве. А зачем? Ну, откуда мы это знаем? На вещь можно указать. Нет, мы не можем указать же. Ни один «ноумен» не можем указать. Ты можешь указать на расположение электронов, Платон? Да, конечно. Электроны? Конечно, я могу. Нет, 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 нет. Я могу. Опять? Нет, нет. Если у меня есть камера Викстона, я могу сказать, что он прилетел там, а не там. Я не могу на него конкретно его указать. Но пространство... Моиск прилетела в моей голове. Где? Я тоже могу это указать. Где? Указать прямо там? Да? Точно так. Нет. Нет. Вы можете определить ее такси с помощью аэрцифлаграммы. Тогда нет. Нет, 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 нет. Мысль прошла, прошла определенная электрическая активность в мозгу. Нет. Это называется как задержание мысли. Нет, задержание... Нет, это не уже другое. Давайте возьмем стол. Идея свободы. Если говорить стол, показывать на стол, а на его содержание. Идея свободы, она находится у вас в голове, или все-таки она не только ваша? Слово сказать. Мы как субъект, а только моя. Я не знаю, как она вру. Нет, я с точки зрения реализма. С точки зрения реализма, вот этот диван для меня и для вас существует совершенно однозначно, в реальном пространстве. А вот он существует. Но для вас и для меня идея свободы существует? Да. То есть она тоже у нас общая. Мы можем не указать. Да. И где она? Это другой вопрос. Я к чему говорю? Я к тому, что мы говорим, что у нас нет критерия, по которым мы можем эти два мира разделить. Но у нас нет оснований их соединить. А вот нет. Как раз мы не соединяем. Мы не можем. Мы имеем два все-таки, нет. Мы имеем один. У нас нет критерий, их разделить. Мы не можем их разделить. Нет, но почему? Мы говорим мир и действие. Мир и действие. Мир и действие. То, что ты рассязаешь и то, что ты видишь. Я приписываю это одному объекту. Отменяю? Да, но я этому же объекту не приписываю идею. Для меня, по крайней мере, вопрос, что существует два мира, он для меня неоднозначен. Я бы не сказал, что эти миры можно разделить. Я не вижу критерий. Нет, но если вы сказали два мира. Нет, я могу сказать, что два мира. Это уже есть критерий. Это уже разделение. Если вы не укажете, что можно соединить, то в данном случае нужно указывать критерии соединения, а не разделения. Потому что изначально они разделены. Я не разделил. Я сказал два. Два это уже два. Нет, два уже два. Все. Уже два. Уже два. Я не могу сказать, что это. Нет. Если вы говорите... Я могу сказать два. Но это все равно, что сказать... Как бы это сказать... Я, конечно, могу сказать, что единица состоит из половины. Но она же цельная. Ну, а поехали дальше. Это несущественно в данном случае. Вопрос просто существенный был. Володя просто его как-то замял. Что ведь у нас столько миров, сколько есть органов ощущений. Нет, не обязательно. Ну а как? Мы соединяем это только в нашем опыте. Нет. В любом случае мы соединяем. В любом случае мы соединяем. Точно так же мышление можно рассматривать просто как органы. Мы не соединяем. Это мы не можем соединить. То есть если я беру некий стол, да, у меня есть он, я могу, запах и на цвет, и на сезание, да. И в конечном итоге я приписываю это одному объекту. Это разные свойства одного объекта. А мышление приписывает объекту бытие, так говорится. Да. Но это такое... Я никак не могу соединить. Вот ни один ноумен не может соединиться с феноменом. Нет, ну так есть стол воображаемый, а есть реальный стол. Воображаемый стол бытия нет, а реальный стол бытия и есть. Я их не могу соединить все равно. Они обладают разными качествами. А новым не обладают качеством, грубо говоря, существования. А фигурные обладают качеством существования. Вот они разделены. Они разделены, но это не значит, что они в разных мирах. Нет. Но если... Если я вырастил лампочку, а для волосого тоже в разных мирах. Вот понимаете, вот наша действительность. Вот наша действительность. В ней есть ноумены, да? И есть в ней феномены. С этим моментом тогда... В смысле понятия и вещи? Вот наша действительность. В действительности есть субъект. Есть ноумены и есть феномены. Значит, если мы утверждаем, что ничего, кроме реалициализма, ничего в ней нет, никаких объектов, они ничего не отражают, у нас нет никаких проблем. То есть мы различаем что-то в своей действительности, различаем так в своей действительности, и мы не утверждаем их наличие где-то вовне. Если мы начинаем говорить о наличии вовне, то мы должны определить вот это что. Определить. И при этом, и при этом. Еще сказать, как... Как? В этом что? Это называется шерет, а не по-патенту. Нет, 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 нет. Это не тождественное, это никак не может... То есть то, что вы в реализме... Тогда мы этого не видим. Потому что у нас есть только вот это. Тогда мы... Тогда вопросов нет. А реализм утверждает, что там есть? Ну, а хими... А когда я в темном подъезде увидел химию, она есть? Нет. Я говорю про реализм. Реализм нам утверждает, что вне нашей действительности есть то, что является объектом для нас. Некие объекты. Вот. Реализм утверждает, что нет ничего вне... Все объекты даны только в действительность. И так, как нам даны. Ну, химира, то есть... И химира есть объект, да. Вот. При этом, при этом, я вношу в своей действительности четкое разделение. Что, что я вижу пространственно, это феномены, то, что я не различаю пространственно, это ноомены. И меня не волнует никак, где они... То есть, ингредиенты по свойству. Да. Если же я говорю о том, что за моей действительности некий реальный мир, то есть там существуют ноомены, и там существуют объекты, никому не данные. Никому не... Здесь-то я... Я относительно себя говорю. Мне дано, мне дано. Понятно, что реалитивизм получается, и их там нет. Вот, относительно меня, они разделяются... Делю мир, да. Относительно меня, но там нет никого. И как они там разделены? Там неизвестно. Нет, там для другого. С точки зрения реалитивизма... С точки зрения реалитивизма. Там ничего нет. С реализма... Реализма говорит... Что там? Нет, давайте... Я немножко реализм попробую защищать, как бы, да. Да, что там есть? Дело просто в том, что вот вы когда рисовали, там, это объект штрих, объект два штриха, что удерживает, и что нам доказывает, что это один и тот же объект? Как это? Как вы говорите? Это просто... Получается, это разные объекты. Разные объекты. Но это получается, что наши знания будут вот так вот, в регресс бесконечно будут уходить. Каждый раз будет появляться новый объект. И как выйти? То есть, антологически это разные объекты. Но, в принципе, они соединены, ну как, по указанию. Геннадийский. Нет, вопрос же вот в чем? По пространственному положению. Я же попытаюсь вопрос задать о эксперименте, да, что-то в этом роде. Вот как мы определяем, что вот этот объект... Почему мы считаем, что несмотря на то, что наше знание в объекте увеличивается, и тем самым вроде бы объект меняется, вот ваша антология, да? Так как меняется? На самом деле это один и тот же объект. Мы просто понимаем, что вот... Это не один и тот же объект. Не один и тот же. Не один и тот же. Скажем так, профиль, который был нарисован на... Мы увидели на стене. Если стена подвижная, то есть универсум подвижен, да, то этот профиль может меняться. И мы будем говорить, что вот этот вот профиль... Ой, я увидел Машу, а ой, а сейчас я увидел Олю. Это для меня разные профили, разные объекты. Но они были состроены на одном и том же месте универсума. То есть там, где был женский профиль. Я не могу говорить, что это... Вот то есть объект, в котором я увидел. Это с произвольными объектами. Вы постоянно пытаетесь апеллировать ко произвольным объектам, которые мы выбираем. А вот есть объекты непроизвольные. А, все произвольные объекты. Как так? Ну вот собака, допустим, это же отдельный организм, он сам по себе. Собака. Нет, нет, почему? Мы выбираем... Вот, допустим, есть объект собака, я его вижу. Но он же на самом деле не зависит от моего произвола, я не могу... Он зависит. Как так? Здесь не можно... Он в некотором отношении самостоятельный. Нет, я не говорю про вещи. Вещь понятна. Я могу выхватить так, могу выхватить так. Художник как-то еще что-то увидит. Это понятно. Есть... Тут произвол мой работает. А когда вот собака стоит? Вот она же в организме. Когда мы выбираем, видим что-то, это не произвол. Скажу, если у меня есть такой-то уровень образования, если у меня есть такой-то уровень воспитания, вот это и задает то, что я могу увидеть. Если у вас такой уровень субъекта, который не может развлечить собаку, он ее не увидит. Это понятно. Но вот есть... А есть, скажем так, есть некая активность универсума, активность этой стены. Есть что-то. То есть, вот там что-то... Солярис, да? Вот Солярис. Он как-то бродит. Он что-то там происходит. Но там нет собаки. Нет собаки. Нет профиля этого. Нет ребенка. То есть, когда я произношу слово «собака» и выделяю ее как объект, я выделяю в этом месиве то, что мне доступно понять. Но самой собаки там нет. Я ее назвал собакой, увидел как собака и стал относиться к ней к собаке только благодаря тому, что я знаю, что это собака. Я ее заставил себе укусать. Нет. Если бы я не знал, что это собака, ну, скажем, ну, знал бы животное, я бы не сказал, что какая-то тварь меня укусила, да? Если бы я даже не знал, что существуют животные, не смог бы их различать, то я получил бы травму, получил бы травму, но я бы не мог объяснить, откуда она. Да. Ну, Глаза Геванченко, что есть реальность, которая... Ну, это не реальность, которая сама по себе же. Ну, да. Но дело в том, что вот это то, от чего я получил травму, не является объектом собакой в моей действительности. И вне, действительность тоже ничем, является некой активностью универсума. У вас просто получилось, что вся активность передалась полностью субъекту. У вас получается, что эти объекты совершенно пассивные. Нет, почему? Они каждый из себя тоже, наверное, как бы... Нет, это понятно, но в реальности, где точка... Почему пассивные? Универсум активен. То есть есть две активности. Есть активен субъект, который выделяется в универсуме. И весь... То есть этот универсум можно воспринять как абсолютный субъект с максимальной темпоральностью, абсолютно с максимальной сложностью. Нет, просто факт в чем состоит? Почему все-таки говорят об объекте, который сам по себе существует? Потому что он точно так же активен. Вот этот другой, да, объект... Не надо же, можно же так спуститься. Вот два человека, один для другого объекта. Здесь... Ну, поскольку другой человек по отношению к меня активен, я вынужден считаться не так, как я вас принимаю. Я, может быть, считаю, что этот человек вообще никто. Но он, если приходит, вот в мой горизонт, да? Понятно, выхожу. И начинает себя вести активно. Здесь вопрос... Точно-то же входит в сложность, и мы его зафиксировали. Просто Саша, Александр хочет сказать, что о чем-то в большем дальше. Да. Нет, нет, нет. Эту точку можно нажимать до бесконечности. Мы все знаем, как его можно. Я хочу подбить. Ну, давайте, да. Здесь вопрос именно в том, в языке, и в чем... О чем мы можем обсуждать? И что мы можем вообще фиксировать? Что-то есть, но оно не является объектом тем... То есть, если мы определяем по определению с самого начала объекта то, что я различил, и тот набор свойств, которые я различаю. Если я это не различаю, это не является объектом для меня, я не имею права говорить... Здесь в чем самое основное? Что когда мы говорим на уровне собаки, на уровне электрона, на уровне камня, это кажется настолько очевидным, что вот камень есть. А когда мы смещаемся к объектам, скажем, более сложным, скажем, политическим объектам, мы можем сказать, что вот то, что я различил, там что-то есть объективное. Каждый различает по-своему. То есть, если мы следуем реализму, мы должны жестко различить. Вот до какого-то предела вот эти объекты существуют. Поднимаясь выше, они якобы же не существуют, а каждый видит, что видит. И вот это предел в реализме. То есть, реализм позволяет нам разговаривать на каком-то языке до некоторого уровня. Он действительно продуктивен, результативен и позволяет нам общаться. Об этом мы еще поговорим, да. Но он не позволяет нам сохранить тот же стандалоги по всему спектру. То есть, мы, поднимаясь от объектов более-более сложных, 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 доходим до объектов близкой с нами соцсубъектами, человеками, людьми, темпоральности, сложности, да. И тогда получается, что этих объектов нет. Я различаю, скажем... То есть, когда мы переходим к ноуминам? Даже не к ноуминам, даже более... Ну, скажем, вкус гурмана может различить много оттенков вкуса в биштексе или в вине, да. А другой не различает. Для него этих объектов не существует. И мы спрашиваем, а вот реально ли существует это различение вкусов или не реально эти объекты существуют? Вот когда мы поднимаемся к такому, либо к ноуминам, если мы говорим, некое политическое событие произошло. Для кого-то это и не событие вообще, этого объекта вообще нет, а для кого-то перевернуло всю жизнь. Это некий объект, который... И поэтому вот для того, чтобы соблюсти вот эту преемственность, мы должны утверждать, что никаких объектов вне действительности не существует. Хотя должны принять, что существует некая активность универсума, которую мы лишь воспринимаем как объекты своей действительности. Поехали дальше. Так. Кстати, вот мы затронули уже объект обыденной практики. Что... Аргумент, что вот мы пользуемся действительно, вот все столб видим одинаковый. Против этого аргумента можно возразить так, что вообще эта практика исторически, даже на времени историческом существовании человечества, менялась. И одни и те же... То есть что-то видели все одинаково, там, скажем, вместо грозы видели там бога Перуна, да, или какие-то объекты тоже воспринимали вот так, потом практика менялась, мы видим по-другому. То есть то, что все видят одинаково и пользуются в практике одинаково чем-то, это не есть аргумент, что это существует реально. То есть меняется наша практика и меняется то, о чем мы приходим в соглашение, что это существует реально. И второй аргумент против аргумента от практики, это то, что если мы начинаем говорить в практике, уходим от обыденностей, а уходим в более высокие материи, в некие идеальные обсуждения идеальных моментов, мы теряем возможность аргументированно сравнивать объекты. Ну, там ведь аргумент практика о чем говорит? Что мы можем продуцировать в этом мире что-то свое. Допустим, мы можем развивать технику. Это означает, что если мы ее можем развивать, значит практика наша доказывает, что мы различаем как-то там универсально, правильно, что называется, истинно. Правильно, неправильно. Одинаково. Да, в ваших терминах одинаково. Правильно, здесь нет. Да, 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 я согласен. Одинаково. То есть есть проблема правильности. Скажем, аргумент от науки. Пожалуйста, вот мы имеем некий научный объект, его изучаем и проводим эксперименты, и получаем одинаковый результат. Значит, это что-то существует не в действительности. Но в данном случае аргумент от науки, он абсолютно снимается воспроизводимостью. Мы называем объектом науки то, что однозначно воспроизводится. Если мы провели 10 опытов таких-то и получили такой-то результат, это ни о чем не говорит, что существует этот объект в нашей действительности, а просто, что проводя одни и те же операции, воспроизводя одну и ту же последовательность действий, мы получим одно и то же. Вот и все, что нам говорит наука. Это означает, что либо субъект одинаковый, либо что-то? Ну, субъект одинаковый, в данном случае субъектом выступает прибор. Ну, скажем, если мы возьмем другой прибор, мы можем получить совсем другой результат. И согласовывать эти приборы очень-то бывает сложно. Следующий аргумент. Так. А, ну и теперь переходим к проблеме, которая у нас всплывала постоянно. Субъект. Субъект один, субъект два. Объект штрих, объект штрих и объект реальный. То есть мы действительно соглашаемся, что этот стол есть, да? Всем, что существует некий стол, реально, вне нашей действительности. То есть аргумент от реализма такой, что если мы все указываем с каждой своей действительностью на одно и то же место и называем это одним и тем же словом, то, значит, из этого следует, что то, что мы называем, существует вне нашей действительности, его просто одинаково отражает. А, допустим, если это не стол, а что-то более сложное, если мы возьмем, например, субъект 3, пока что это место скрыто, я этого не вижу, этого нет. То есть объект... Этот утверждает объект, есть ли, этот утверждает другой, чуть-чуть вижу объект, а этот утверждает, что вообще объекта нет. То есть аргумент о том, что вот, если это существовало реально, тогда нужно говорить, что оно у всех субъектов одинаково должно быть, ну, за исключением, если мы в какой-то патологии, ну, скажем, слепой, да, там, или еще что-то. Но, обращаясь, опять же, ко всему спектру восприятия всех объектов, мы не можем сказать, что разное восприятие объектов связано с патологией. Вот какой-то аргумент обратный. Раньше ведь как говорили, что объективность доказывается не тем, что каждый субъект видит одно и то же, а ставит какой-то там эксперимент, какой-то критерий. Ну, критерий, да, критерий экспрессативности. А теперь у вас получается, что критерий объявляется вот субъективность того, что какой-то там не видит. Ну, мало ли что он там не видит. Но есть же раздругая возможность доказывать, что этот объект реальный. Вот. Мы его просто отсекаем как субъективный. Да, и теперь мы подходим вообще все-таки к понятию реальность. Я не употреблял его. То есть кажется, что у нас есть только набор действительности. У каждого субъекта своя действительность. Но, в принципе, мы используем понятие реальность в жизни, да, и говорим в повседневной речи, реальностью называем то, что существует одновременно для многих. То есть вот принципиальные различия. Реальность это то, что существует... Сравните. Реальность это то, что существует вне многих. Субъекта, субъекта, субъекта. Один, два, три. Вот объект вне. Это реализм. А реализм говорит, это то, что существует для многих. То есть если многие субъекты, указав одно и то же место, назвали это одним и тем же словом, это реально. То есть реальность, реальность. Это совпадающей, пересекающейся действительности многих субъектов. То есть если мы договорились о чем-то, поэтому она меняется исторически. Что раньше считалось реальным, сейчас считается нереальным. Что для, скажем, коммунистов какая-то идея реальна... Интерпретация меняется, а не сама реальность. Реальность не существует вообще. То есть нет антологии, а есть общая идеология. Ну это не идеология. То есть... Ну любому человеку сказали, что там есть так. Да. Если 500 человек взяли... Если 500 человек договорились о чем-то, это может быть массовый мираж какой-то, да, все ведь договорились о чем-то. Если это, скажем, массовое влияние идеологии, скажем, что было союзно-сообщество... То есть все признавали наличие этого... То есть антологии нет, а есть просто идеология. Нет, ну это антология все-таки. Это антология. Но антология не на уровне реально существующих... А интересно, а не бывает так, как у Пелевина, что когда все повеяли, и 500 человек, он в одно и то же. А он взял его из них после этого? Ну, по сути, по сути, если... Как и Грегор. Если бы вовоко копать, то так оно и происходит. Как и Пелевина. Потому что если много субъектов начинают как-то воспринимать и активно воздействовать на некий... Объект. Не объект. Регион универсума, то он меняется. И вполне возможно, там может появиться новое возмущение, которое и будут называть этим... То есть, по сути, опять же, то, что все увидели где-то что-то в каком-то возмущении универсума или на стене одно, это не говорит, что оно там есть. Значит, все они увидели это. Поэтому здесь, по сути, большой разницы. Они согласились, что это не было. Если я увидели это, все-таки не бывает. Они говорят о том, что оно там есть. Да, вот там нет. Ну, какой-то с внешней абсолютной точки зрения. Скажем, вот если вернемся к нашей стене... То есть, как и Пелевина, не бывает. Нельзя 500 человек проверить в одно и то же, чтобы оно там возникло. Все равно это будет все равно... Нет, почему? Почему? Если я, например, вот увидел, что вот это, вот, вот это сикулька какая-то, и он при этом развил активную деятельность и внушил это тысячами, то это и есть сикулька. Не требуется ничего, что было за ней. Если я увидел какой-то объект своей действительности, не требуется, что это было. Это есть некое возмущение, выделенное. То есть, я вот, это тоже сикулька. Но это еще сикулька. А если какой-нибудь, допустим, вот у нас же потребность здесь, нам надо кушать, нам надо где-то жить. То есть, тоже так же придумали и все, что деликатно? Нет, дело в том, что... Это понятно, когда произвольно. Мы, кажется, сейчас велики к произвольным объектам. Не произвольным. Нет. Ну, понятно, что женщина на стене синего цвета, то она никогда не станет красным. Да, теперь мы переходим... Поскольку мы ввели уровни субъекта, уровни субъекта и уровни объекта, то мы можем сказать, что, скажем, если объект близкий нам по уровню, ну, скажем, как человек воспринимает другого человека, да? Один говорит он подобный, другой говорит он добрый, да? И это разные объекты, и они никогда не договорятся. Если мы говорим, скажем, уже не о его характере, а, скажем, о физических комплекциях, да, или о чем-то там другом, уже более договоримся. И чем дальше объект находится по уровню от субъектов, тем более однозначно он воспринимается и входит в действительности все большего количества субъектов. То есть материальные тела, то, что мы называем материальными телами, благодаря одинаковости воспитания и обучения большинства людей... То есть реальность здесь одинаковости реальности? Или одинаковость объектности здесь не имеет значения? Они одинаково воспринимают их. То есть реальности там нет. Реальность это конвенциализм, получается. Это конвенциализм. Полный конвенциализм. Только просто я хотел... Но в данном случае он не на уровне «давайте договоримся», а на уровне функционирования. На уровне функционирования функционирует система общества какое-то, да? То есть, скажем, в коммунистическом нашем прошлом, это же не было, что давайте мы договоримся, что будем так. Это вот... Или кто-то злой умол сел, давайте вот мы всем внушим. Обычно вот так случилось, у всех был массовый психоз и видели такой-то объект. Но это все рассеялось, поскольку это было на близком уровне. А если это на очень низком уровне, то мы все видим одинаково. Некие трещинки, которые антологически вписаны в нас как субъект, но мы обладаем тоже сложностью некоторой. Поэтому мы одинаково их воспринимаем. Но говорить о том, что что-то существует вне наших действительностей, или нет, мы можем говорить только о пересечении наших действительностей. Для того, чтобы соблюсти правильный язык антологии. То есть мы не имеем права назвать объектами то, что не нашей действительности. Ну хорошо. А здесь потом вопрос, да? Так. Ну и проблема коммуникации. Очень сложная. Тогда возникает, да? А как же мы, вот если я общаюсь, мне говорят, что вот это все объекты моей действительности, только. И Булат объект моей действительности. Но коммуникация невозможна. Коммуникация невозможна. Всегда есть моя... Имеет старая собака, да? Я имею дело только с тем, что я смог различить. Но при этом, когда я воздействую на объекты своей действительности, я возмущаю универсу. И в том месте, в том месте, которое Булат различает, типа, свое тело или что-то, он чувствует это возмущение и реагирует на него. И также возмущает универсу. Я... Ну это да. Это попытка описать эту ситуацию с объективной точки зрения. Скажем так. А почему мы друг друга не возмущаем? Почему это универсум? Возмущаем. Нет, мы не друг друга. Мы все являемся нужным событием универсума. Скажем, если я общаюсь с кем-то по интернету, я не могу знать. Это может быть жук инопланетянин, который то, что я пишу, воспринимает по запаху. То есть мои возмущения универсума, до него доходит как запах, он вкладывает, впрыскивает. Это трансформируется в универсум. А я это вижу, как буквы, пришедшие ко мне на... То есть мы никак не можем определить, как каждый из нас видит, мы не имеем права говорить. У нас же есть некая одинаковость, да, там... Да, это говорит об одинаковости уровня субъекта. Одинаковости воспитания, обучения, одинаковости языка. И, то есть, если... То есть, если сравнивать реализм и релитивизм, то перед нами две ситуации. Когда мы видим универсум, эту стену, испрещенную трещинками, совпадение по названию, по указанию, что мы нам показали, сказали, это один объект, в реализме свидетельствует о том, что там одно и то же, есть там картина висит такая, а в релитивизме утверждает, что субъекты обладают одинаковым воспитанием по одинаковому уровню. То есть совпадают их уровни. Ну, под которым подразумевается, если человек, это воспитание, образование, культура и все прочее. Вот совпадают. Например, если говорить о неком, что они существуют, ну, или бессмысленно говорить об объекте, как бы объединить настоящим ЗАГ. Да. Но, скажем, возьмем такую вещь, как история. Когда мы изучаем историю, да, действительно, все, что нам дано, это строить некие концепции, в общем, так сказать, и выбрать, какая лучше, какая хуже, ну, строго говоря, невозможно. Чисто логически, чисто формально. Но в то же время, ни один человек в здравом уме не станет сомневаться, что история была одна, такой, какой она была. Ну, я бы не сказал, что такой, какой она была. Потому что, ну, во-первых, это касается даже вообще не проблемы антологии, а вообще проблемы. То есть, можно написать две истории, которые будут точно совпадать по событиям, но при этом будут разные истории. Нет, ну, как написать? Ну, история-то, она же была такой, какой была. Понимаете, условно говоря? Ну, не факт. Ну, как фанец. Ну, конечно, вырезали там, наверное, вырезали, другое дело, как посмотреть на это. Геноцид или не геноцид? Нет. Война не война. Нет, ну, в данном случае, это пример такой, что, значит, субъект один, у тебя субъект один настоящий, поэтому у тебя вопрос об истанности вообще не стоит. То, что один субъект это проверил, то тебе есть. То есть, если, скажем так, нас, двух субъектов, одинаково обучали в школе, и у нас есть одинаковое представление, что такое общественная формация, что такое война, что есть пушка, что есть палка-копалка, и вот тогда мы одинаково это восстанет. Если это будут разные субъекты, которые получили принципиально разное образование, они совершенно по-разному вот это завихрение универсума опишут. Они вообще это могут описать, то есть, можно себе представить такой уровень субъектов, для которого вся история будет дана как один феномен. Как некий пространственный объект один. Хорошо, это для людей, а для электронов... Для всех электронов будут реальность одинаковая, объекты будут одинаковые. Да, потому что электроны имеют... То есть, почему у нас в идее так? У нас все-таки очень разная сложность. Разброс сложностей между дикарем и профессором, и даже между двумя философами, разная сложность. А у электрона, он настолько мала сложность, что у него она единичная, и для всех электронов одинаковая действительность. Нет, это можно по-другому сказать. Это можно сказать, что есть объективные законы, которым они подчиняются. Точно так же и мы подчиняемся каким-то объективным законам. И наоборот, что электроны одинаковые, поэтому для них действительность... Но мы в каком-то смысле тоже одинаковые. На своем уровне. Нет, но в любом случае закон существует всегда внутри действительности. Поэтому для нас история одинакова. Нет, ну вот... Для тех, у кого... Для тех, у кого... Универсум активный. Нет, ну просто тогда мы вынуждены с объектами считаться. Мы тогда не можем считать, что они там... Объекты... Нет. Есть же существенная разница. Что, скажем, вот есть возмущение... Так же, как для электронов, понимаете? Точно так же получается. Есть некое возмущение универсума. Есть субъект, который вот конкретное вот это универс... Возмущение воспринимает как объект своей действительности, да? И другой вариант, когда этот объект просто дан, такой же, как я его воспринимаю. Нет, это понятно. Но все-таки... Нет, вот конкретно есть собака. Само-то возмущение в действительности, оно же есть или есть? Есть, но оно есть, не является собакой. Нет, но реальность-то есть? Нет. Ну вот видите, то есть возмущение есть, а реальность нет? Нет, нет, нет. По определению. Реальность это... То есть, если мы назовем реальность универсум, давайте так... То есть, здесь есть вопрос в терминологии. Если мы назовем... Да, если мы назовем реальность объектно наполненную, как объект какой-то реальности. Тогда это реальность, тогда ее нет. Если мы назовем реальностью как универсум весь активный, ну тогда нельзя сказать, что в нем что-то есть, в нем нет ничего. В нем есть некая реальность. Реальность в том смысле, что она независима от субъекта. В этом смысле. Понятное дело, что субъект выхватывает только то, что может выходить. Но реальность-то независима. С физкой нет ничего. Нет, скажи так, что-то независимое, конечно, универсу независимо от субъекта. Но он не наполнен объектами. Ну, понятно, мы, короче, конституируем объекты со стороны... Как вы, как конфигурированное множество... Как фонарик светом мы посветим в темноту, то, что видим, то, что освещается, то и видим. Если у нас фонарик вот такой, мы посветили в то же место, мы увидели уже вот так вот, да, больше. Или наоборот, паники, и вы хватили это. Действие на нас такое то же самое. Универсум, в данном случае, с собакой, на нас то же самое действие. Но сам универсум сам по себе есть, как реальность. И он многоразвлечен. Да, в зависимости от того, что ты называешь реальностью. Если мы называем реальностью... В действительности мы договорились считать... Только объекты. Только объекты внутри как бы вот имманентного опыта субъекта. Да. То, что дано субъекту. А реальность это сама по себе. Ну, опять же, я бы не стал... А, давайте так. У нас есть два варианта использования слова «реальность». Один вариант. Реальностью называть то, что множество объектов одинаково данных разных субъектов. Один вариант. Множество объектов одинаково данных. Вот стол, да. Либо реальность то, что за действительностью. Вот по языку, по языку. Мы все-таки говорим, это объект реален. Это в реальности было. Это значит то, что несколько субъектов, сотни, двадцать, там тысячи субъектов подтвердят, что у них одинаково, в их действительности это был объект. И он называется реальным, когда он одинаково присутствует в действительности разных. Если мы слово «реальность» запишем за универсумом, то мы лишимся возможности этого слова. Но мы же по-другому как-то называть... Тогда нельзя, вот сказать, реальный объект. Если мы хотим говорить реальный объект, то мы должны называть реальностью то, что одинаково дано в разной действительности. Хотя получается бессмысленно ставить вопрос, а почему, допустим, у некоторых объектов, ну, большое количество объектов, да, одинаково данные разным субъектам? Нет, а с малогосмысленным релятивизмом это значит, что эти субъекты обладают одинаковой сложности, одинаковым уровнем, и одинаково выхватывают из универсума его возмущение. Ну как, ну, словно говоря, мы все, в общем-то, разные сложности обладаем, но день и ночь сменяются для всех одинаково. Есть сложность, есть объекты, объекты, которые простые, мы одинаково воспринимаем. Ну и я рассказываю на каком-то, на примере, очень таком наглядном, что вот стоят субъекты, и вот здесь столб, скажем, да, и они воспринимают его все по-разному. С одной стороны, да, там, допустим, здесь табличка, здесь табличка, здесь табличка, здесь табличка, здесь табличка. А теперь столб вот здесь, они все будут, за километр, они все будут воспринимать его одинаково. То есть объекты, расположенные по уровню далеко, все воспринимают одинаково. А объекты, которые близко, мы все по-разному. Но если не принять это, а провести вот здесь черту, вот это реально, а это неизвестно что, мы теряем возможность антологическую говорить. И более того, что мы теряем возможность говорить о свещении субъекта. Пример с клеткой желудка, да, вот клетка желудка, в нашем примере это субъект, которому дана своя субъектная действительность. И в этой субъектной действительности есть соседние клетки, которые даны ей пространственно, и есть пищеварение, которое дано номинально, да. И вот она спрашивает, то есть для нас, вот это возмущение универсума, мы фиксируем в пространстве, мы его, контур есть, и все. А для нее это размазано. Но это один и тот же набор завихрений. Просто она по-разному высвечена. Своим маленьким фонариком она высвечена, не знает, как это высвечена, она не может облететь целебом пищеварения. Но она на него действует. Она вдруг получила какой-то сигнал и стала переваривать. А бац, ее убили кто-то. Вот ваша собака, желудок, ее убил. Включил систему самоуничтожения клетки и убил какую-то клетку, да. Для нее, для нас это понятно. Вот есть желудок, который что-то сделал и все. А для нее это непонятно. Потому что объекта пищеварения, феноменом, в нее нет действительности. Также для электронов, скажем, соседние ядра, соседние атомы, соседние электроны есть, существуют. А молекулов в химическом реакции какой-то не существует. Химической реакции у электрона нет, хотя он задействован. Он чувствует, он куда-то был передан одной молекулой, другой, третий. Что-то с ним происходит. Он не понимает. Для него химическая реакция не существует. То есть универсум есть. Универсуми что-то происходит. Но как мы это будем интерпретировать? Мы это называем химической реакцией. А он нам назовет упор. Что-то происходит, меня шатает из стороны в сторону. Вот ответ на собаку. Если мы хотим соблюдать преемственность субъектно-объектного описания снизу доверху, то мы должны исключить понятие объекта вне действительности. Ну, наверное, все. Может, Константин что-то скажет, и вы сидели и молчали все время? Не, ну, положено молчать. Глубоко мысленно молчать и прочувствовать. Не, ну, на самом деле здесь есть некое сужение, если я вот со своей стороны могу сказать, что вы, конечно, все правильно делаете, что субъект и объект вводите как-то в единой линии, да, по уровням. Но тем самым эти все-таки понятия из-за того, что они становятся универсальными, они сужаются, и вот к человеку это уже относится очень слабо. Почему? Потому что человек уже вот как субъект, он уже вот теряет многие особенности, которые... Нет, не теряет. То есть, в данном случае мы только заменяем язык. Вместо субъект мы говорим разумный субъект. Все то же самое. Все, что вы можете сказать о разумном субъекте, вы говорите абсолютно все то же самое. Но при этом у вас появляется еще в языке разумный субъект разного уровня, и понятно, почему он разумный, потому что он отличает объекты разумные. И плюс мы можем понять, что такое субъект йог, когда он смущает, смущает свой уровень на уровень физиологии, и для него становится объектами его физиологические, что недоступно для разумного субъекта. То есть, у нас появляется язык, который описывает смещение субъектных уровней. Кроме того, скажем так, при выделенном уровне, вот разумный субъект, все сохраняется так, как должен до сих пор. Но появляется язык для обсуждения разницы субъектов. Обсуждение общения, почему по-разному. То есть, главный вопрос не почему мы понимаем друг друга, а почему не понимаем друг друга. Это понятно, просто в чем сужение-то состоит? Сужение состоит в том, что теперь фактически, вот это вот вы говорите о различении, фактически субъект это нечто, что он различает. Вот есть различающая действительность, и вот все, что он может различить, это вот составляет его содержание субъекта. То есть, вы недаром говорите, что субъект он сам по себе внутренний, нулевой. Ну или тождественность всему, то есть, два описания, либо нулевое, как центр, как точка отсчета, либо максимальное описание, как тождественность своей действительности, по максимальной сложности, но взятой как тотальность. То есть, если действительность мы определяем как щепное множество объектов, то есть, как различенное, разделенное, а все, которое взятое как тотальность, это будет субъект. Мы ничего не теряем. То есть наши разумные все действия, и вся саморефлексия, и все, что мы говорим о сознании, все остается для субъектов определенного уровня. Это их объекты. То есть наша мысль – это объект нашей действительности. Это непринадлежность некого субъекта, только субъекту принадлежащему. Нет мысли у дерева, нет мысли у электрона, а есть мысль у разумного субъекта, потому что это объект его действительности. Мы различаем одну мысль и другую – это наши объекты. Вот если мы не различаем цветам, это субъект дельтоник. Если не различают философские категории, это субъект уровня ниже философского. Если он различает разумные объекты, это разумные субъекты. Если субъект различает себя в своей действительности как некий выделенный объект, это сознательный субъект. То есть электрон сам себя не различает. А животные сами себя выделяют в своей действительности. Они обладают сознанием. Ну, там вообще можно поразить, там самосознанием, скорее всего. То есть, а иерархия субъектов докуда простирается? От единичного, от элементарного события универсума, от минимального универсума. То есть, от минимального различия, иначе... От тождественного самому себе различия. То есть, скажем, если мы разобьем все элементарные события, выберем само событие элементарное, то ему ничего не дано в различии, кроме самого себя. Оно тождественное себе. А максимальный, это абсолютный субъект, который равен всему универсуму. Ему дан весь... Он сам себе тоже дан как собственная действительность, и он будет точно тождественным самому себе. А все... То есть, шутка есть такая, что вообще откуда взялся мир, а то так случайно универсум разделился, как-то был рассечен на субъекты и объекты. И до сих пор не может понять, где объекты и где субъекты, и пытаясь вернуть это тождество самому себе. Когда он дойдет в этот уровень субъектного до максимального, он станет тождественным сам себе, поймет сам себе, все различия пропадут. Случайно внесенное различением в универсум какое-то. То есть, например, тождественность электрона. Ведь электроны же неразличимы. Неразличимы, да. Можем ли мы сказать, что они действительно как бы существуют? Ну, в данном случае это больше такой физический вопрос, я думаю, что... Мне понятно, что это аналогия аналогии. Это я понимаю, да. Субъект-объект. У нас есть возможность сменить терминологию. Скажем, есть субъект-человек, да, и мы отсекаем, и спрашиваем, а этот дятел на ветке долбит сосну объекта. Он субъект или нет? А какими терминами надо обозначить, как относится живой объект к своему, субъект к своему объекту? Вот это нечто к тому, чего он долбит. У нас нет терминологии. И у нас варианты. Либо придумать новую терминологию, как мы должны обозначить отношение электрона к другому электрону. У нас же нет, мы не говорим никак. Либо признать, что это все субъект и относится к объекту, но просто субъекты разного уровня. Тем более, что язык сохраняется абсолютно. Логическая структура. А до этого было, когда мне говорят, субъект это только разумный. Я говорю, давайте определим, что такое разум, где кончается. Где вы проявите границу, а вот это уже не субъект. Вот чуть-чуть человеку психика не то, он уже неразумный, а может, он не дано, ничего в отличие. Ну, можно сказать, а животные субъекты, они или нет, тоже же идет про сложность. Животные не философское понятие. Мы же говорим о философии. Нужно философское понятие, которое определяет животное, как то, вот, нечто активное, к чему что-то дано. Он же различает, что это ему что-то дано. Ну, животное, во-первых, оно пищу ест, там, различается. Ну, различает, да. Много что различает. Вот получается, что в мире философии дожила до нынешних времен, и не имеет языка, как назвать на философском языке активность животных. Вот, человек, а мы говорим, это субъект, познающий, который имеется объекты, ему даны, это все обсуждается, сознательно, вот, а как по животных? Животные недостойные. А вот современный субъект невозможно, потому что, кому сейчас не сказать, философу любому, субъекту, он скажет, это сознательный субъект, это разумный субъект, животное не субъект. А почему? А вот почему, я не знаю. А самое интересное, что даже фирма-субъект, да, хотя, вроде, что такое фирма? Вот. Фирма-субъект, юридический лицо. Почему в языке, в языке философском, до сих пор не было термина для обозначения, вернее, скажем, термин-субъект не распространялся? Ну, недостойные просто животные. Завоевать название. Вот такие вот вопросы, которые, естественно, то же самое, как и стопоральная сложность. А почему до сих пор не задались вопросы, что вот здесь, в данном моменте, нет всей сложности, а она где-то должна быть. Вот где-то она. Где душа? Вот просто задавать вопросы души, но как-то, а если точно задать вопрос, оказывается, что где-то сложность должна быть. Продолжение следует... Продолжение следует...